Привет, друзья! С вами Илья Сплин. Если вы давно следите за каналом, то вы знаете, что я очень люблю путешествовать на мотоциклах. Путешествовать можно абсолютно на любом мото, даже на самом простом и дешевом, вот как тот, что сейчас проехал. Но! Со временем хочется, чтобы это было достаточно комфортно и не приносило лишних физических страданий. Я выпускал два ролика о том, как выбрать мотоциклы для путешествий. Мой опыт мотопоездок довольно велик. Я ездил на всем, от 50-кубовых скутеров до современных дорогих туристов. Единственный класс, наверное, который я обходил стороной, это люкс-туреры типа Голдвинга. Не особо мне интересно на них путешествовать. А теперь давайте я расскажу вам о том, что лично я бы взял себе для того, чтобы ездить и в городе, и сколько угодно далеко за город. От несколько сотен до десятков тысяч километров. Свой выбор я буду обосновывать, он далеко не всегда совпадает с общепринятым консенсусом рынка. В тот бюджет, который мы хотим найти мотоцикл, это 700 тысяч рублей, на самом деле можно купить достаточно большое количество туристов. И очень многие из этих мотоциклов будут действительно хорошими. Некоторые из них я не включал в свой рейтинг, просто потому что чем-то они мне не нравятся. Например, мне не очень нравится Тенера 1200, потому что она очень тяжелая. Например, она еще тяжелее, чем 1200 GS. И при этом технически она достаточно простая. Ну, не купил бы я такой мотоцикл, потому что мне кажется, что за эту сумму можно купить мотоцикл интереснее. И далеко не только одна Тенера 1200 мне не то чтобы очень сильно нравится. Перед тем, как прийти к теме ролика, я напомню, что мы занимаемся доставкой мотоциклов из Японии. Поэтому, если вы хотите обновить свой мотоцикл, либо приобрести первый байк и привезти его из Японии, то обращайтесь к нам. Мы делаем это хорошо. Смотрите, когда мы с вами выбираем универсальный мотоцикл, чтобы и в городе было удобно, и в поездках, то мы хотим, чтобы помимо качеств, которые нужны для этих самых поездок, мотоцикл обладал еще и несколькими фундаментальными качествами. Он должен быть достаточно недорог в содержании, достаточно ликвиден, если мы вдруг решим его продать, и достаточно современным. Так как блага цивилизации типа трекшенов и круизов, хоть и не обязательны, но будут приятными. Плюс, чем мотоцикл новее, тем проще купить хороший. Бюджет, как я сказал, я обозначаю примерно в 700 тысяч рублей. Он достаточен, чтобы купить хорошую технику в хорошем состоянии, чтобы она была достаточно современной. На шестое место в свой личный топ лучших универсальных мото я поставлю Honda CRF 250L в версии ралли. Чем этот мотоцикл хорош? На нем можно делать вообще все, и он при этом супернадежен и достаточно современен. На мой взгляд, если вы не можете или не хотите позволить себе покупать несколько мотоциклов, то CRF отлично подойдет для того, чтобы годик-другой потренироваться перед покупкой более тяжелого турэндура для поезда к путешествию с приличным таким бездорожьем. Спереженная масса этого мотоцикла всего лишь 157 килограммов. Да, это вовсе не хард эндуро, у него простенькая по меркам настоящих эндуро подвеска, также он сильно больше весит, чем они. Но, если ваша конечная цель это получать удовольствие от путешествий с бездорожьем, причем на более тяжелых мотоциклах, чем CRF, то, тренируясь на этом мотоцикле, вы будете прогрессировать значительно быстрее, чем если вы бы сразу купили себе слона на 200 с лишним килограммов. Поверьте мне, я пошел обратным путем, вот, например, сзади меня мой GTM 790 Adventure R, который я покупал именно для этой цели, ездить на достаточно серьезное бездорожье на тяжелом мотоцикле, и в итоге я купил себе отдельно эндуро, потому что прогрессировать на эндуро, а потом переносить на большой мотоцикл, гораздо удобнее, чем сразу учиться на тяжелом. Даже если отбросить это, то есть все эти тренировки, которые, может, вам и не особо нужны, то вы, купив CRF-ку, получите ликвидный, надежный и простой мотоцикл. По плоским щам планеты ездить на нем будет откровенно скучно, чего греха таить. Вы вряд ли будете держать крейсерскую скорость выше 120 км в час, круиза на нем нет, да и 23 силы не поразят вас динамикой, но там, где горы и сложные условия, я уверен, что вы будете счастливы. Взять тот же Алтай, например, там на нем будет очень даже весело. Да и в кругосветке на них катаются. Подвеска позволит залезать много куда. Ее ход 221 мм спереди, вилка, кстати, перевернутая, и 239 сзади. И клиренс 27 см, в общем, с точки зрения внедорожной подготовленности, по меркам туристических эндуро, тут вообще никаких вопросов, потому что мотоцикл может многое. Самый большой его минус, это бак всего лишь на 10 литров, поэтому придется возить с собой канистру. Но расход у мото небольшой, в районе 3,5 литров на сотню. Версия ралли, про которую мы с вами и говорим, стоит несколько дороже. Обычный, но обладает более высоким ветровиком, иной фарой, защитой рук и еще парой мелочей, которые делают ветрозащиту получше. Также у обычной версии бак на 7,7 литра, а вот у ралли 10,1. Появилась версия ралли в 2017 году. Если везти из Японии, то мод 2017 года в хорошем состоянии, с небольшим пробегом, будет стоить где-то 1560-570 в данный момент. Обычную версию, несколько постарше, можно купить 1450, плюс-минус за приличный мотоцикл. Как альтернативу СРФ-ке можно рассмотреть Yamaha WR250R. Он лучше и способнее для бездорожья, мощнее, у него более внедорожные подвески, но нету версии для путешествий. Как у Хонды, он менее ликвиден и будет стоить ощутимо дороже при том же самом годе выпуска, состояний и пробеге, чем Хонда. В общем, я бы именно для путешествий, а не для покатушек по лесу, если хочется купить легкий байк, купил бы именно СРФ. Придем к пятому месту. На пятое место я поставлю Вестром 650 второго поколения. Вообще, думаю, что это тот мотоцикл из этого списка, который лично себе бы я, скорее всего, не купил, но в целом не могу не уважать его достоинства. Что такое Вестром? Вестром – это кроссовер, каким он должен быть. Мотоцикл удобный для города, заточенный при этом на путешествия, причем как по асфальту, так и по плохому асфальту, так и по грунтовкам. У него большой запас хода из-за 20-литрового бака, простая, но энергоемкая подвеска, которая достаточна для плохого асфальта и грунтовок. Впереди стоит телескоп на 150 мм хода, а сзади амортизатор с ходом в 159 мм. И клиренс там 17,5 см, что тоже более чем достаточно для асфальта и грунтовок. Мотоцикл достаточно мощный для комфортного перемещения, что в городе, что за городом. Двигатель в нем – это V-Twin на 645 кубов, и выдает он 67 лошадиных сил. В общем, все есть, все просто, все надежно, никаких излишеств. И при этом он не какой-то слабый или плохой. В общем, это этакий Renault Duster из мира мотоциклов. Вес для своего класса у этого мото, ну, скажем, нормальный. Это 214 кг снаряженной массы. Мы помним, что это кроссоверы, и лишние 15 кг по сравнению с современными топовыми представителями среди кубаторных турендуро вряд ли будут критичными. Мод надежен и недорог в содержании. Советую, но себе бы не взял, так как предпочел бы мод чуть постарше, но поинтереснее. Он тоже будет в этом топе. Причем на первом месте. Хорошие V-Strom'ы с небольшим пробегом 2012-2015 года уходят в диапазоне 600-700 тысяч рублей вот в данный момент. Но все зависит от курса. Есть также версия X-T на спицах. Она появилась в 2015 году, но хорошие экземпляры чуть вылезают за наш бюджет. Как альтернативу V-Strom'у я могу предложить рассмотреть Honda NC700 или NC750X. Но лично, на мой взгляд, в качестве универсала, в том числе для путешествий, Honda уступает. У него меньше хода подвесок, что скажется на комфорте на разбитой дороге. А также у него меньшая мощность, что скажется на удобстве обгонов по трассе. Но у этого мотоцикла есть и свои плюсы, о которых я неоднократно говорил. Но в целом, выбирая между NC7 и V-Strom'ом, именно для путешествий я бы взял V-Strom'у. Следующий мотоцикл в нашем топе немного авансом, так как он немножко выбивается из бюджета. Приличный экземпляр, он начинается в 1750, но не упомянуть этот мод я просто не имею права. Итак, четвертое место, это Yamaha MT-09 Tracer, представитель так называемых спорт-туристов новой школы. То есть это спортивный характер, но в сочетании с посадкой, как на обычном адвенчире. Думаю, само название спорт-турист говорит о том, что путешествовать на нем стоит по дорогам. Мотоцикл этот я бы рекомендовал тем, для кого динамика и задорный характер играют одну из основных ролей вообще при выборе мото. Главный плюс этого мотоцикла, это его мотор. Там стоит рядная тройка на 847 кубов, который выдает 114 сил. Мотор действительно очень и очень хорош. Он нормально тянет снизу, и при этом выдавая задор на верхах. Как по мне, это один из лучших массовых японских моторов современности. По сути, трейсер совмещает в себе задор и управляемость обычного некида, типа МТ-09 того же самого, с возможностью комфортно путешествовать из-за удобной посадки и ветрозащиты. У него приличный запас хода из-за 18-литрового бака, приличные навесные компоненты. Это подвеска с регулируемым преднатягом и отбоем, но с асфальтовыми ходами. Это 130 и 137 миллиметров. Также у мото хорошие тормоза, с передачи 2 диска 297, вместе с которыми работают 4-х поршневые радиальные суппорты. А также у мото довольно приятная снаряженная масса. И особенно она приятная, если вспомнить про тяжелые тормоза и довольно большой мотор. Снаряженная масса 207 килограммов. Но все удовольствие исключительно асфальтовое, так как даже если забыть про ходы подвесок, клиренса у мото всего 13,5 сантиметров. На мой взгляд, это классный выбор, если ваше путешествие, это что-то типа от Москвы до серпантина в Сочи, или там вы в Европу хотите съездить и по ней покататься. У мотоциклов есть небольшие болячки, но ничего криминального. На приличный экземпляр 2015 года, с которого они начали производиться, сейчас нужно готовить, как я уже сказал, где-то 750 плюс 1000 рублей. В качестве альтернативы трейсеру можно рассмотреть мотоцикл, который занимает третье место в моем топе. Это Triumph Tiger 1050. Я поставил его выше трейсера по двум причинам. Он еще лучше подходит для путешествий, дешевле стоит, очень хорош по оснащению и надежен. Из минусов же у него отсутствие такого задорного характера, хотя с точки зрения скорости и динамики он не менее быстр. У него приличный такой вес, большой возраст и не самая высокая ликвидность. Давайте начнем с минусов. Это 235 килограммов снаряженной массы. С одной стороны, по сравнению со среднекубатурниками, это немало. С другой, это не среднекубатурник, и любимые многим большие гуси весят еще больше. У Tiger рядная тройка объемом 1050 кубов, которая отличается отличными низами и отдачей в 113 сил. А еще она надежная. Еще один минус мото – это возраст. Но по непонятной мне причине в Японии довольно несложно найти приличный мод с пробегом до 30 тысяч в годах 2008. Время это, конечно, займет, но мотоцикл рано или поздно найдется. Навеска, как минимум, не уступает трейсеру, а местами даже превосходит. Подвеска у нее стоит более совершенная от шовы, вилка регулируется полностью, а сзади нет только регулировки сжатия. При этом ходы в 140 мм спереди и 150 мм сзади делают мод вполне себе таким полноценным кроссовером. Тормоза спереди тоже четырехпоршневые радиальные суппорты, как у трейсера, но диаметр дисков больше – 320 мм против 297 мм у трейсера. Бак на 20 литров дает мотоциклу приличный запас хода, поэтому здесь тоже продумано. И при всем при этом мод вряд ли подойдет, если вам нужен задор. У него спокойный ровный характер и хорошая тягость низов. Почему? Потому что у того же трейсера 850 кубов, здесь 1050, мощность такая же, соответственно, мотор не такой задорный, у него более ровные характеристики, зато он всегда хорошо едет. Низы, соответственно, лучше, чем на трейсере у него будут. Учитывая ценник, если сильно повезет, то мод сейчас можно найти где-то немногим дороже 550 тысяч, то это на самом деле очень умный выбор, и мотоцикл этот очень достойный, действительно. Я как-то помогал купить такой мотоцикл своему хорошему другу, с которым мы много путешествовали. Он тоже был очень доволен 1050-м Тайгером. Главное помнить при покупке этого мото, что это не турэндура, а кроссовер. На второе место я поставлю BMW R1200 RT. На самом деле, можете считать, что на нем же по соседству расположился R1200 GS, но лично мне кажется, что очень многим из тех, кто покупал гусей, стоило выбрать именно RT. Сначала объясню, почему. RT это достаточно уникальный мотоцикл, так как в принципе существует не так много капотированных туреров. Само собой, мне сразу же приведут пример Панг Европу, но Панг Европе с точки зрения комфорта и оснащения DRT очень далеко, на мой личный взгляд. А люкс-туреры типа Голдвинга уже действительно здоровые, и лично мне в городе на технике таких габаритов уже не особо комфортно. Привыкнуть можно, но я не понимаю зачем. Так вот, к RT. Кстати, в городе на RT нормально. Он не больше, чем, например, R1200R, по габаритам совпадает, по весу практически тоже. У него больше снаряженное масло, например, потому что больше бак, ну и пластик. С точки зрения езды по асфальту, это очень комфортный мотоцикл. Большинство больших GS, которые российские покупатели выбирают куда чаще, никогда не съезжают с асфальта. У RT при асфальтовых условиях эксплуатации с примесью грунтовок перед гусем будет два минуса. Она будет менее комфортна на разбитом асфальте из-за небольших ходов подвески, это 12 см спереди и 13,5 см сзади, а также РТ-шку нельзя ронять без ущерба, как гуся, потому что РТ-шка очень пластиковая. В остальном, это мотоцикл действительно очень высокого уровня. У него карданный привод, электронно-регулируемая подвеска, которая практически не клюет из-за рычажной конструкции спереди. Классная управляемость из-за нее же. И, кстати, это касается и большого GS. Из всех больших турэндуро, на которых я ездил, большой GS рулится лучше всех. Именно на асфальте, на серпантинах. Но я не ездил на большом КТМе, вот только средний КТМ у меня есть. У РТ-шки также 27-литровый бак, то есть запас хода очень велик. Надежный и тяговитый мотор мощностью в 110 сил, куча допов типа круиз-контроля и так далее. Это реально классная техника. Снаряженная масса РТ составляет 259 кг, что нормально, в общем-то, для класса. Большой GS все примерно то же самое, только без роскошной ветрозащиты, но с возможностью выезжать на бездорожье и ронять мод без ущерба. Что вам ближе, выбирайте сами. Самый большой минус этих мотоциклов – это цены и возраст. В наш бюджет в районе 700 тысяч умещаются мотоциклы года, это к 2007-го, 2008-го, с хорошими оценками и пробегом 1000 до 30-ти. Причем найти приличный GS раза в 3 сложнее, чем РТ. А покупать эти моды не в отличном состоянии, я бы не стал вовсе, просто потому что приводить их в состояние хорошего будет дороже, чем купить хороший сразу. И не берите GS 2004-го, 2005-го года, там еще не была исправлена система АБС интегральная после версии 1150. Ну и финально первое место. Я выбрал именно этот мотоцикл из-за сочетания его цены, возраста, управляемости, веса, возможности вне дорог, комфорта на дороге, ликвидности, надежности и динамики. И этот мотоцикл – Triumph Tiger 800. Этот мод делался в двух версиях – XR и XC. Одна из которых – XC на спицах с 21-м передним колесом и большими ходами подвесок. А вторая – в основном для асфальта и 19-м колесом спереди. Асфальтовая версия сначала называлась просто Tiger 800, а потом превратилась в Tiger 800 XR. Рассказывать буду про асфальтовую, так как она подойдет большинству людей. Во-первых, несмотря на то, что я называю ее асфальтовой, это вовсе не кроссовер, так как хода подвески 18 см спереди и 17 см сзади позволяют вам при наличии подходящей резины съезжать в сторону от грунтовых дорог, куда вам захочется с достаточно высоким уровнем комфорта. Во-вторых, мотоцикл приспособлен к падениям. Стоит лишь поставить пару дуг. В-третьих, у него очень приятный мотор. Это рядная тройка на 800 кубов, которая выдает 95 сил. Например, эта рядная тройка, даже старая на 800 кубов, которая выдает 95 сил, гораздо лучше, чем рядная двойка на этом КТМ, которая выдает те же самые 95 сил. Мотор Триумфа не задорный, мотоцикл спокойный, но едет хорошо. И этот мотор мне нравится сильно больше того, чем тот, который стоит на 800 гусе, например. В-четвертых, мотоцикл очень приятно рулится на низких скоростях, что приятно и в городе, и за пределами асфальта. В-пятых, мод не тяжелый. Это 210 кг снаряженной массе при баке на 19 литров, который дает тоже неплохой запас хода. Лично на мой вкус, у мотоцикла лишь простоваты тормоза. Суппорты спереди всего лишь двухпоршневые, но при этом тормоза у мотоцикла не хуже, чем у Вестрома, который к тому же больше весит. Тайгер уступает по оснащенности большим BMW, но у него уж очень приятное сочетание вообще всех его качеств. А в версии XC это уже настоящий внедорожник безо всяких скидок с ходами подвесок по 22 сантиметра. Мод действительно комфортный для дальних поездок, не являясь при этом тяжелым. В общем, настоящий универсал, как и 650-й Вестром, но гораздо более интересный технический и с гораздо большим внедорожным потенциалом. Не сказать, что этот мотоцикл стоит сильно дороже, чем Вестром. В целом он стоит практически столько же, как это было бы неудивительно, но люди боятся триумфов. Так вот, в владении моего ближнего круга друзей было 1050-й и 800-й. Мы много куда ездили, с 800-м мы ездили и в Норвегию, и на Кавказ, там в 1050-м мы ездили в Норвегию. Это действительно очень хорошие мотоциклы, не надо их бояться, это не Дукати. У Дукати есть особенности обслуживания, у триумфов их, в общем-то, нет. Мотоциклы конструируются, как японцы, там нет ничего сложного, необычного, лишнего. Они достаточно простые. В качестве альтернативы Тайгеру можно рассмотреть BMW 800GS, но я бы Тайгер на 800GS точно не променял. В этом ролике я не приводил, например, много мотоциклов, я привел именно те, которые я считаю наиболее яркими представителями своих классов, которые действительно мне нравятся. От самого маленького сериевки до самого большого 1200-го гуся. Можно найти, за что поругать каждый из этих мотоциклов, но, на мой взгляд, их плюсы действительно очень велики. Кстати говоря, если вы рассматриваете какие-то еще мотоциклы, то в день выхода этого ролика я в своем телеграм-канале сделаю тему, где можно поспрашивать меня про мото, которые не вошли в топ, спросить мнение, мне не жалко никому будет помочь. Вот, телеграм на экране, обращайтесь. Вот и все, что я хотел вам рассказать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч! Ну, в общем, все. Субтитры сделал DimaTorzok